Приветствую всех зрителей нашего канала. На дворе январь 2024 года. И пока мир в шаге от апокалипсиса, мы готовы презентовать вам наш новый бомбический проект. Но начать хотелось бы с предыстории, чтобы вы поняли саму идею, как видим её мы. Идея проекта родилась ещё в 2020 году. Мы в силу своей профессии много всего читаем в социальных сетях и видим, как владельцы домашних питомцев пишут о них в своих группах или личных страницах. Всё это хорошо. Но основной минус такого подхода – малый охват постов и активной аудитории. Складывается ощущение, что каждый сам по себе и пишет только для себя и ещё пару человек. Многие заинтересованные пользователи просто не могут найти такие посты в социальных сетях в силу отсутствия адекватной системы рекомендации. Мы и сами были в такой ситуации, когда нужно было спросить совета по содержанию того или иного вида муравьёв, но не могли найти контакты людей с успешным опытом их содержания. В этот момент мы пришли к пониманию, что пора объединить всех владельцев питомцев на одной площадке. И сразу же нас посетила скептическая мысль, что такие площадки давно уже созданы до нас. Мы начали гуглить и нашли три площадки, подходящих под нашу задумку, но реализация нашей идеи там была в ужасном, как нам показалось виде. Там не было 80% того, что мы хотели видеть на таких площадках, и было много всего лишнего. Писать авторам таких площадок бесполезно, никто не будет их переделывать по просьбе какого-то пользователя. Честно сказать, мы даже расстроились, что не нашли ничего готового и что нам придётся делать всё с нуля самим. Но это, с одной стороны, даже лучше. Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Но тогда, в 2020 году, нам было даже страшно подумать над реализацией этой затеи. Всё это казалось нереально долгим и дорогим в разработке. В мае 2023 мы изголодались почему-то новому и решили снова возобновить мозговой штурм в направлении этой задумки. Так уж совпало, что мы быстро нашли подходящий движок для разработки, где из коробки было 70% необходимого функционала и также удачно нашли толкового разработчика, который знает этот движок как свой родной язык. Ударив по рукам, в этом же мае месяце мы приступили к разработке. И вот спустя 8 месяцев проект уже не стыдно показать на публику. Итак, встречайте. Дневники питомцев. Это статейная площадка, где каждый пользователь, владелец домашнего питомца, сможет вести его дневник, рассказывая о его жизни, повадках, изменениях во внешнем образе. При этом получая реакции от других участников площадки, владельцев таких же питомцев. Основные фишки проекта, которых нет у других площадок. Питомцы. Каждый пользователь площадки может добавить неограниченное количество питомцев. Ввести их дневники. Все посты этих питомцев будут попадать на ленту «Свежие» и получать внимание от всех посетителей этой ленты. Другие пользователи могут подписываться на интересных им питомцев. Если пост питомца наберет достаточное количество положительных оценок, то он попадет в ленту популярное, которую видят все посетители главной страницы, и вы получите еще больше внимания к посту и питомцу. Лента. Как было сказано ранее, каждый пользователь может формировать свою ленту и видеть посты только интересных ему питомцев. Также есть возможность подписаться на всех питомцев автора в один клик. Во времена, когда соцсети перегружены рекламой и ненужной инфой, функционал «Моя лента» понравится многим пользователям площадки. Каталог питомцев. Предположим, вы хотите увидеть посты определенного вида животного. Вы легко сможете найти карточки питомцев этого вида благодаря структурированному каталогу. В начале вам может показаться, что в каталоге слишком все усложнено касательно вложенности категорий, но поверьте, мы потратили не один час в размышлениях, как наиболее проще и понятнее структурировать животных в каталоге. В любом случае, мы открыты к идеям и предложениям. Если вашего вида питомца еще нет в каталоге, напишите нам в Telegram-бот, и мы добавим его туда максимально оперативно. Помимо питомцев, на площадке присутствует раздел с тематическими клубами, куда можно писать посты на темы, не связанные с домашними питомцами. Также у каждого пользователя есть личный блог, где он сможет поделиться своими личными мыслями, новостями, не связанными с домашними питомцами. На личные блоги пользователей также возможна отдельная подписка для вывода в вашей ленте. Для пользователей с ролью «бывалый» и «выше» доступна публикация объявлений о продаже питомцев в одноименном разделе «Площадки». Об остальных разделах и функциях площадки вы всегда сможете прочитать в разделе «Помощь». Уже сейчас на площадке есть блоги многих видов муравьев. И мы торжественно приглашаем вас посетить площадку и завести там своих первых питомцев. До встречи на площадке и на канале «Муравьиный дом». Продолжение следует...